Добрый вечер! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях уходящего дня в студии Юлия Великодной в этом выпуске. Помогут затратами на съемное жилье. Кто может претендовать на льготную аренду? Внимание водители. Картонный школьник предотвратит ДТП. На велосипеде по Якутии французский велер-экстремал доедет до Эмикона на машине. Вопросы об увеличении в этом году финансирования производства и проката национальных фильмов поручил рассмотреть премьер-министр России Дмитрий Медведев, Мелькультура и Минфину страны. Об этом говорится в решениях главы Кабмина по итогам заседания правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Как сообщили в пресс-службе правительства, выполнить поручение необходимо в срок до 1 февраля 2018 года. Менее затратно станет жителям региона нахождение в Якутске во время лечения ребенка. Семьи с детьми могут снять недорогое жилье. Прием заявок на льготную аренду жилья доступен на портале e-yakutia.ru. Кто и когда может подать заявку, расскажут Сырглана Федорова. Воспитание ребенка с инвалидностью сопряжено с большими затратами. Семьи из улусов, приезжая в столицу на очередное обследование, зачастую сталкиваются с проблемой жилья. Теперь у них появилась возможность снять жилье со скидкой. В аренду по льготной стоимости сдают новостройки на Каландрашвили 25А и на Богдана Чижика 31. В девятиэтажном доме по Каландрашвили в аренду сдают сразу несколько квартир. Все они полностью мебелированы. В этом доме по льготной стоимости сдаются в аренду 9 квартир. Если аренда однокомнатной квартиры стоит 20-25 тысяч, то для таких семей по льготе будет 14 тысяч. Плюс жильцы оплачивают за свет, воду и газ. Стоимость двухкомнатной 16 тысяч и трехкомнатной 20 тысяч рублей. Сюда входит стоимость жилищно-коммунальных услуг, кроме счетчиков. В доме по улице Богдана Чижика 31 сегодня завершаются отделочные работы. В доме предусмотрено 37 однокомнатных квартир. Все 37 квартир мы пока предварительно планируем сдавать про льготную стоимость. Цена льготной стоимости будет уже фиксироваться на завершающих этапах. То есть после приобретения мебели и бытовой техники мы подобьем себе стоимость. Желающим подать заявку необходимо иметь подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации. Зарегистрироваться ВИСЯ можно на портале иякутия.ру или госуслуги.ру. Затем подтвердить свою учетную запись в любом из центров обслуживания, адреса которых доступны на портале. Можете облицать либо в пенсионный фонд, либо в МФЦ, либо к нам в Министерство связи, либо если вы находитесь вне города Якутска, в районе, то там по большей части есть скорее всего в администрациях муниципальных образований. Прием документов будет осуществляться онлайн завтра с 9 утра до 5 вечера. Со списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте портала. В ближайшие дни Минстрой рассмотрит все полученные заявки. После этого ипотечное агентство заключит договор найма, и арендаторы смогут получить ключи от квартир. Следующий прием заявок планируют провести уже в феврале. В праздничные каникулы погода в центральной части Якутии выдалась аномально теплой. Известно, что потепление является благоприятной средой для размножения бактерий, а это влечет за собой увеличение количества простудных и вирусных заболеваний. О эпидемической ситуации в Хангаласском Улусе знает Виолетта Засимова. К радости многих жителей Хангаласского района 8 дней каникул выдались благоприятными для прогулок и гуляний на свежем воздухе. Но там, где много народу, много вирусов. Мы расспросили жителей Покровска об их способах уберечься от сезонных заболеваний. Таблетки, если что-то такое, обработка дома влажная, теснок, в суп кладем и это. И все. Ну, горло полоскаем. Ну и все, как все. Несмотря на всевозможные профилактические меры, заболевшие все же есть. И в аптеках Покровска отмечают рост спроса на противовирусные препараты, в особенности на детские. Такого пика пока, что мы еще не учители, но потихоньку берут, особенно после новогодних праздников, до Нового года хорошо брали. Тем временем в Хангаласской центральной районной больнице нас заверили, что ситуация находится под контролем. И угрозы эпидемии ОРВИ и гриппа нет. На сегодня у нас заболело 46 человек. Это выставляется диагноз ОРВИ, гриппа на сегодня нет. Ожидаем подъем заболеваемости, если будет потепление. Но пока эпидемии порог не повышен. Морозы стоят. Также по данным Хангаласской центральной районной больницы, из общего количества населения района, а это примерно 32 тысячи человек, 8 тысяч детей и 5 тысяч взрослых получили прививку от гриппа. Случаи заболевания экзотическими видами гриппа не зафиксированы. Виолетта Засимова, Александр Юрков, НВК Сахах, Ангаласский УЛУС. Государство поддержит выращивание грибов в теплицах. Меры помощи зафиксированы в проекте постановления правительства России. Предлагается компенсировать 20% затрат на возведение и реконструкцию тепличных комплексов. Отмечу, что ежегодно в России выращивается 8 тысяч тонн вешенок и шампиньонов. Это 10% от всей грибной продукции на отечественном рынке. А в Якутии, исходя из климатических условий и больших энергозатрат, о промышленных объемах речь не идет. Но тем не менее, Альберт Ефремов уже четвертый год занимается выращиванием грибов. Своими усилиями он построил грибную ферму и за месяц собирает 50 килограмм вешенок. Глава крестьянского хозяйства в дальнейшем планирует повысить объем до одной тонны в месяц. В Якутске продолжается сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. Пункты расположены в четырех местах столицы. Это аэропорт и торговые центры проспект Айсберг и Туймада. Согласно федеральному закону, Владимиру Путину, как самовыдвиженцу, необходимо предоставить в Центр избирком России 300 тысяч подписей в свою поддержку. Количество подписей от каждого региона не должно превышать 7,5 тысяч. Я за то, что он хорошо относится к армии. Сильная армия, сильная страна. По крайней мере, вытащил страну, нашу Россию, с руины этой. Ну, я больше не представляю, кроме его кого. Ну, кому как. Ну, мне я за Путина. Решил поддержать нашего верховного главнокомандующего. В большинстве случаев не задают вопрос. Уже знают. Да, уже знают, как бы, за кого голосовать. И говорят, в основном, за стабильность. Сильная личность. И думаю, что он будет развивать нашу страну. Я за Путина. Представители Якутии в тридцатке лучших молодых управленцев Дальнего Востока. Стали известны итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лидеры России». В числе финалистов, которые уже в этом месяце поедут в Москву на решающий этап конкурса, представитель Агентства развития человеческого капитала в Якутии Гасан Гасанбалаев, директор многофункционального центра Таисия Батуева и заместитель директора по персоналу компании «Якутиголь» Максим Терещенко. Отмечу, полуфиналисты проходили во всех округах страны. На Дальнем Востоке он состоялся в конце декабря. Лучших выбирали из 300 участников, а по всей стране в общей сложности из более чем 2000. Все финалисты получат образовательный грант на сумму 1 миллион рублей, возможность поработать над поднаставничеством успешных политиков и бизнесменов. Победители войдут в кадровый резерв страны. Сначала я узнал от коллег по работе, которые просто в коридоре предложили мне принять участие в этом конкурсе. Придя вечером домой, увидел и услышал такую поддержку от своей жены. То есть здесь уже не мог отказать, надо было узнать, что это за конкурс, для чего он, услышав основные цели, задачи, все решил однозначно, принимаю участие. Соревноваться за право обучения высшей школе музыки начали более 300 детей из 22 районов республики. Конкурс молодых исполнителей «Новые имена Якутии» торжественно открыли в концертном зале музыкального учреждения. Почетным гостем в качестве члена жюри стала лауреат международных конкурсов из Санкт-Петербурга Мария Харсель в номинации «Фортепиано». Также она проведет мастер-класс и выступит на концерте. К 145-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. Лауреаты этого конкурса, дети, которые ярко себя проявили, проявили свои выдающиеся способности, как правило, остаются учиться у нас в школе, поэтому этот конкурс – это вот та питательная среда для нас, без которой школа не может развиваться. Картонные школьники снизят вероятность дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники ГИБДД установили вдоль дорог Якутска четыре манекена ребенка-пешехода. С подробностями Василий Радченко. Пятилетний Саша мечтает поработать с сотрудником ГИБДД. Сегодня его мечта осуществилась. Он попробовал себя в роли маленького инспектора. Уважаемые участники дорожных движений, строго соблюдайте и право дорожных движений. Воплотить мечту в жизнь помогла сестра Саши, которая и написала о желаемой будущей профессии брата в редакцию газеты «Якутский вечерний». Ну, сначала мы волновались и ждали, потом в один день однажды они ответили. И я жестко радовалась, что редакция исполнила заветную мечту моего брата. С трех лет он начал уже играть в полицию, мы ему всегда покупали машинки, набор спецназа и все такое. Саша также принял участие в установке манекена школьника, оснащенного светоотражающими элементами. Благодаря этому водители без труда смогут заметить фигуру и снизить скорость автомобиля, приближаясь к пешеходным переходам. Мы ставим сейчас манекены детей со светоотвращающими элементами, чтобы водители перед пешеходными переходами возле школ сбрасывали скорость. Эти манекены мы будем устанавливать по городу и будем менять их периодически в места дислокации, чтобы водители не привыкали к одному и тому же месту. Здесь находится школа. Стараемся вблизи мест скопления детей устанавливать. По данным ГИБДД, из-за невнимательности водителей и несоблюдения скоростного режима происходят наезды на граждан на пешеходных переходах. Инспекторы подобные манекены планируют разместить по всему городу, вблизи учебных заведений и на особо опасных участках дороги. Василий Радченко, Евгений Тайтонов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск. Французский велер-экстремал Ив Чалуин добрался до Хандыги. Вскоре он отправится в Эмикон, но уже не на велосипеде. Завершил ли он тем самым покорением Магаданской трассы, знают наши коллеги. Велосипедист смог добраться своим ходом только до Этык-Кёля. Там из-за поломки задержался на целых трое суток. За последние шесть дней колеса велосипеда спускались пять раз. На выручку прибыли следующий за ним, жена Оливия и видеооператор. В срочном порядке было решено новые колеса заказать из Франции. Для Ива Чалуина покорение Магаданской трассы на велосипеде – это самый большой вызов, который бросил он тебе. Каждый день преодоления. Что может сравниться с этим? Я люблю, знаете, когда есть трудно здесь. Нужно всегда думать, что завтра. Окей, внимание, опасно. От Этык-Кёля до Хандыги Ив ехал на машине, но от своей мечты упрямый француз не отказался. Он со всеми проедет до Эмикона, чтобы воочию увидеть Колымскую трассу, оценить её сложные участки. Ведь от села Тёплый Ключ уже горы и на сотни километров нет поселений. После Хандыга очень трудно, и есть ничего. Поселок нет, людей нет, машины мало. Тоже я не хочу идти так, потому что если я иду в лесу, что? После Ив Чалуин вернётся в Якутск за запчастями, чтобы из Хандыги всё же доехать на своём железном друге до полюса холода. Мария Винокурова, Нина Ханарова, НВК Саха, Хандыга. К этому часу у нас все новости. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!